Девушки отдыхают Аэроклубов «Первый полет» и «Человия». И хотя турнир состоялся лишь с третьей попытки, азарт участников ничуть не угас. Три раза переносили соревнования. Сегодня, наконец, погода над нами смилостивалась и позволила провести. Хотя была угроза грозы, мы боялись, что сегодня опять ничего не получится. Но она обошла нас стороной. Соревнования состояли из двух этапов. Первой – квалификация, где каждому участнику давалось две попытки. В зачет шла лучшая из них. Полоса точного приземления шириной всего в один метр. И это довольно сложная задача для пилота – посадить самолет точно в ноль. Нужно приземлиться условно на палубу корабля. Если у нас недолет, это максимальное количество штрафных очков. То есть мы на корабль не приземлились, упали в море или врезались в корабль. Перелет, соответственно, если небольшой перелет – это нормальная оценка. Большие перелеты – тоже большие штрафные очки. В результате квалификации судьи определили трех финалистов. Но кубок должен достаться лишь одному. Поэтому борьба в финале развернулась не шуточная. Полеты состоялись, прошел финал. Сейчас мы будем объявлять победителей. Финал оказался напряженный. Вот результаты очень близкие. Приз на точность приземления – переходящий кубок. Все это время он хранился в аэроклубе «Первый полет» и лишь в этот раз достался соперникам. Победителем турнира на точность приземления стал представитель аэроклуба «Челлавия» Петр Кулаковский. Посадки в ноль должны быть… То есть не просто случайно угаданно, вот ты сел в ноль и хорошо, да? 10, 15, 20 посадок – они должны все идти один в один, один в один. Стабильность – признак мастерства. Именно оттачивание мастерства – то, зачем едут на соревнования пилоты. Поэтому турнир на точность приземления популярен не только у начинающих, но и у профессиональных летчиков. Чем больше попаданий в ноль, тем больше шансов не остаться за бортом малой авиации.